Джо Соловей! Да неужели он не упадёт? Да нет, да ладно, да ладно, прохладно, компот не в рот, ты упадёшь или нет? Не упал ты, прикинь! Всем самого боевого компотика, дорогие мои друзья! Сегодня мы сражаемся, сегодня мы бьёмся, сегодня мы противостоим друг другу в дружеских, конечно же, поединках, да. Это всё дружеские поединки, не надо к этому относиться, слишком серьёзно и расстраиваться, если вы вдруг выиграли своего друга, не надо расстраиваться об этом, да. Но уж тем более, если вы проиграли своему другу, тем более не стоит расстраиваться. Итак, первой битвой у нас будет противостояние между Степаном и журналисткой Ирой. У них абсолютно разные, ну не абсолютно разные, но разные армии с разными сильными и слабыми, мы, слабыми, ми, 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 сторонами, в общем, и сторонами, неважно. Итак, три сквайра у нас тут, три бедных, медных, бедных, медных сквайра, да, нормально. Значит, три сквайра, потом сам Степан, Степан с палаткой, привет, Степан. Потом Монки Гинг, отпившийся компотиком просто под самое небалую, вы посмотрите на его милые глазки, как же они изтуда бегают-то прикольненько. Ребята, не пейте так много компотика, иначе станете вот как Монки Гинг. Потом, значит, у нас тетя Зина, здесь тоже есть, молодец, тетя Зина, со своей нагинатой, насколько я помню, если правильно называется это оружие. Затем, Джо Солови, Джо Солови со своими стальными якорями и Пушкарь Егор. Пушкарь Егор тоже на один глаз опился компотиком. Молодец, стоит, наверное, для прицеливания, чтобы лучше прицеливаться. И здесь еще и группа поддержки тоже стоит. Вот такая вот армия, такая армия у Степана, но у Иры тоже хорошая армия. Вы посмотрите, здесь Валькирии. Валькирии на них много надежды, потому что именно они, они и бравые воительницы могут пробраться в тыл и сразить Пушкаря Егора для того, чтобы, соответственно, отнять преимущество у Степана. Но случится это или нет, еще неизвестно. Также Король Антошка у нас здесь, да, мой дорогой, мой дорогой Тебородач. Потом Пушкари, Пушкари, Кузнечики, Бобы. Один Кузнечик, Боб, второй Кузнечик, Боб и третий Кузнечик, Боб. Целых три Пушкаря, но обычных, не Бум Пушкаря. А также Мушкетчики. Мушкетчиков достаточно много. По цене, по цене все хорошо. По цене все отлично. Это 9940 и 10000. Ну, разница в 60, я думаю, не так уж существенно. Итак, давайте же посмотрим, кто, кого, почему, когда и как сильно. Вперед! Погнали! У-у-у, Пушкарь, Пушкарь, ух ты, ой, это было больно. Это было больно. Смотри, Валькирии, Валькирии что делают, но Пушкарь успеет, успевает выстрелить. И выстрелить прямо в Валькирушек. Трех Валькирий, по-моему, да, три Валькирии выведены из строя, но два, две Валькирии смогли все же заварить Пушкаря. Пушкаря Егора, здесь у нас происходит схватка не на жизнь, а на сверк, Антошку просто берут и спихивают в дыру. Но, тем не менее, тем не менее, Пушкарь все еще живы. Антошка вместе с тетей Зиной и с Монки Кингом сваливаются вниз, остается Джо... Нет, Джо... Джо Соловей, неужели Джо Соловей упадет? Господи, Джо Соловей... Нет, Джо Соловей еще пока не упал. Джо Соловей... Да неужели он не упадет? Да нет, да ладно. Да ладно, прохладно, компот, не в рот. Ты упадешь или нет? Не упал ты, прикинь, Джо Соловей смог выбраться из всей этой передряги живым. Я думал, он упадет, честное слово. Я даже не знаю, кто победит. Смотри, остался Джо Соловей, остались... Осталось Валь... А, Валькирии остались. Валькирки-то остались. Все, да, 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 потому что здесь и Кузечик Боб остался, и еще Мушкечики, и еще Валькирки. Если бы не Валькирки, может быть, была бы... Был бы шанс у Степана здесь выиграть, но нет. Нет, никак не получилось. У Степана... Ну, знаете, битва была классная. Битва была как раз-таки из тех, в которой ты не знаешь, кто выйдет победителем практически до самого конца. Круто. Мне нравятся такие битвы. Хорошо сбалансированные, интересные. Спасибо за нее. Какие у нас тут красивые кадры, взрывы. Даджо Соловей умер с честью. Молодца. А мы едем к следующей прекрасной битве. Следующей битвой, ребята здесь понапридумывали просто громаднейшие войска, поэтому я это все немножко скомпоновал, немножко ужал, да, даже немножко, довольно множко, потому что войск там было просто невообразимо много ни один компьютер. Ну, по крайней мере, мой компьютер взмолился и сказал, не надо, енот, не делай, не ставь все эти войска в одну кучу, потому что я не вытяну. Поэтому я много чего уменьшил, много чего сделал, мой ты дорогой, какие у него глаза прикольные. Значит, и отбалансировал. Итак, на одной стороне у нас Диулустан Керемясов. Надеюсь, что я правильно произнес свою фамилию и имя, но больше я произносить не буду уж извиня, но очень, очень сложно произносимое для меня, но оригинальное, оригинальное определенно. Итак, Диулустан, значит, у нас здесь с войсками такими, сквайры идут в первой линии, потом у нас хоббиты, которые будут на себя отвлекать огонь противника, затем три бумпушкаря, три бумпушкаря во главе с Егором, естественно, который тешит шаблей, шаблей, шаблей свою шпину, да, затем у нас здесь Анатолий, Анатолий один и Анатолий второй, где ты, ооо, боже мой. Ну, это, знаете, это нормально, Анатолий все очень преданы работы и готовы сами вместо копья полететь в бой. Значит, потом десять лучников огненных, смерти не радикули, это в нас что уже серьёзно, да, и четыре пашки, четыре пашки. Это вообще, это вообще жесть, это вообще жесть, кажется, кто может противостоять этой армии? А этой армии может противостоять шабармабуллет, значит, со своей армией учителей ников, которые выбрались из какой-то школы, этот, видимо, особенно рад выбраться из школы, наконец-то, как его достали все эти ученички, да? Ха-ха-ха-ха, мой ты дорогой. Значит, достаточно много учителей ников, которые хотят показать всем, как правильно жить. Потом, короли Антошки с большими мечами пришли все в задумчивости о государственных делах, поэтому, наверное, они не совсем осоздают вообще, где они находятся. Два, батьки, всех этих земель. Здесь, конечно, есть узкий проход, но это и плюс, батька, потому что все соберутся возле них, и они могут хорошенько долбануть своими кулачками. Плюс, они будут своими телами прикрывать баблюд. Тут три баблюда, которые могут, ну, существенно помочь своим союзникам. А здесь три бомбушкаря, которые могут помешать своим союзникам, потому что, как вы помните, их бомбы взрываются не ищите никого, ни союзников, ни врагов. По цене все абсолютно одинаково, 25100, 25100. На красной стороне у нас 60, на синей стороне у нас 35. Итак, давайте посмотрим, кто же в этом мощном противостоянии сможет одержать верх. Вперед! Ох, как подскочило, вот и пошли, вот и, вот и поехали бомбушки. Но они хорошо выстрелили, хорошо выстрелили под командованием пушкаря Егора. Они просто прекрасно выстрелили и практически не задели своих, абсолютно. А вот и баблюда, а вот и баблюда сделали свой первый зал, вполне себе неплохой зал, но могло бы быть намного лучше. Могло бы быть намного лучше, но как уж получилось, так и получилось. Батьки вступают в борьбу, батьки вступают в борьбу, ждут Смертинию Радикулитовну. Только попами зачем вы повернулись, попами зачем вы повернулись, попами вам нужно бить Смертинию Радикулитовну. Потому что Смертиня может навалять всем, если ее достаточно быстро не прибить. Смертини это жесткий персонаж абсолютно. Баблюды с тылов, с тылов просто стреляют из раза в раз, но не попадают. Кучность и точность у них ну никакущая. Вот о чем я и говорю. Вот о чем я и говорю, Смертинию Радикулитовну все. Кстати, Смертини Радикулитовну все. Но, к сожалению, это, ммм, это, это прям, ай, прям топор в голову. Жесток. Значит, это, это не помогло. Ух ты, как кинул топор. Вы видели, а? Вы, вы видели? Они кидают через батяк топоры. Да еще как точно. Вот бы такую точность, да, баблюдам. Вот тогда было не сдобровать. Тогда было бы не сдобровать. Сейчас батя, к сожалению, мешает своим же, мешает своим же баблюдам стрелять, батяки, всех этих земель. Потому что они не попадают. Все, все стрелы попадают в тела, в тела. Вот, видите, что происходит? Видите, что происходит? Ничего хорошего не происходит. Конечно, также они мешают и, ха-ха-ха-ха, батяки мешают и противникам. Не только, не только баблюдам. И противникам в том числе. А здесь у нас что осталось? Осталась-то всего лишь одна баблюдо и все. Да, Анатолий, завершающий штрик своим копьем, прописал. Джулустан, я тебя поздравляю, мой дорогой, ты победил. Но не нужно, не нужно шаварма будет расстраиваться особо сильно. Ты тоже молодец, хорошая была армия. Просто у вас громадные были армии. Опять же, это все в зависимости, очень зависит от карты, зависит от того, как я расставлю. В общем, рандом. Бог рандом, кому-то помогает, кому-то не помогает. Поэтому это всего лишь дружеские поединки. А мы тем временем едем к следующей эпичнейшей битве. Следующее сражение, такое небольшое сражение, но оно не обделено тактикой. Происходит между Ананасом Ти Ви и Иаковым Лапко. И на стороне Ананаса Ти Ви у нас стоит король с четырьмя хиллерами, конечно же. То есть довольно мощный юнит, которого будет сложно убить. За ним стоят сразу же четыре Анатолия, а также змеиные лучники. Которые могут внести разлад в любое... Для любых противников они не очень удобны. Потому что змеи отвлекают всех. Ну и у Иоакова тоже всё интересно. Во-первых, здесь стоят альбардисты. Задача которых разобраться как со святыми Матфеями, со священниками, так и со самим Монтошки. Что будет не так уж просто. Ну и в этом будет помогать опять же Анатолий только синий. Синий разодетый. А также тёмный-тёмный-тёмный колянчик, который любит свою тыкву. Естественно. И берсерки. Ну вот берсерков от этих ребят вообще неизвестно, что можно ожидать. Они же полоумные. Они могут сделать всё, что угодно. Невозможно предположить, что конкретно они сделают. Куда они прыгнут и до кого они смогут достать. Но в любом случае, это может быть неожиданно для обоих сторон. Итак, по цене, по цене всё предельно одинаково. 8 220 и 8 250. 17 против 25. Итак, погнали. Удачи участникам. Антошка вырывается вперёд. Ну, как и должно быть. Змеи начинают отвлекать. Не особо начинают отвлекать. А-а-а, вот кто. Вот кто смог-то, смотри. А-а-а. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Чё происходит? Чё происходит? А-а-ай, как мимо ты погляди. Тыква пролетела прям между. Прям между двумя Анатолиями. Но, тем не менее, тыква смогла прибить священников, а берсерки добить священников. Королю сейчас несладко и довольно быстро король падает и говорит, о, жизнь моя, жестянка, за что же ты так меня покарала? А-а-а, а тем временем берсерки, да, берсерки тем временем просто, просто страшно, страшно смотреть на это всё, как берсерки расправляются с Анатолиями и с остатками змеиных лучников, да. К сожалению, к сожалению, это беспрецедентная победа Иакова, как мы видим. А-а-а, но, но, тем не менее, ты посмотри, сопротивляются, ожесточённо сопротивляются, ребята, со своими змеями, сопротивлялись долго, усердно. И, кстати сказать, достаточно много, смотрите, берсерки все полегли, значит, остался лишь один, как я понимаю, алибордист. Колянчик остался, а Анатолия нет, Анатолия тоже нет. Так что, можно сказать, что эта битва была, ну, не такой уж и однозначной, да. А, два, два алибордиста остались в живых, вот ещё один алибордист. Значит, хорошее, хорошее было сражение, спасибо участникам, вы были молодцы. Ну, а на этом всё, дорогие мои, спасибо вам за просмотр, надеюсь, что всем понравились битвы. Оставляйте свои прекрасные комментарии, соревнуйтесь с друг другом. А-а-а, это классно, это классно, значит, ха-ха-ха-ха-ха. Надеюсь, что всем было хорошо. С самого вам наивкуснейшего компотика, как всегда. До новых встреч и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!